МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы по-настоящему влюблены, нам кажется, что у человека рядом с нами не может быть секретов. И, случайно узнав его страшную тайну, нам сложно в это поверить, даже если есть доказательства. Но на самом деле правда может оказаться еще более неожиданной. Герои нашей сегодняшней истории, Алекс и Настя, встретились совсем недавно. Но Настя не сомневалась, что гитарист Алекс – ее судьба. Сама же девушка получила серьезное образование и работала психологом в Центре помощи жертвам насилия. Настя, ты уже ведь заканчиваешь? Да. Настя, я хотел пригласить тебя в кинотеатр. Я знаю, что ты любишь комедии, а сегодня там… Макс, не получится. Я уже Алексу пообещала сходить вместе на ужин. С каким Алексом? То есть… А, который гитарист? Угу. Ясно. То есть вы вместе? Ну да. Ну да. Я пробил его по своим каналам. И ты знаешь… Макс, мне кажется, то, что ты сделал, это не очень хорошо. Я беспокоюсь о тебе. Макс, не надо обо мне беспокоиться. Хорошо? Он уже завязал. Да как ты не понимаешь, бывших наркоманов не бывает. Максим, давай прекратим этот разговор, а? Да. Он мне не нравится. У меня репетиция сегодня. А можно я с тобой? Сегодня как раз пятница. Могу себе позволить. Слушай, мы одни репетируем. Чтобы никого лишнего. Лишнего. Ну что ты к словам придираешься? Просто мы так привыкли. Понятно. Ты что, обиделась, что ли? Конечно, нет. А что не ешь? Наелась уже. Понятно. Ты знаешь, я подумала, мы с тобой катастрофически расходимся в графику. У тебя вон вся ночь впереди. Обычное дело. Может быть, и обычное. Ладно. Я пойду. Да. Пока. В ту ночь Алекс закончил репетицию в клубе поздно, и к Насте добрался только под утро. Привет. Привет. Настя. Ну, что ты все думаешь о нем? Ну, я ничем таким запрещенным этим не занимался. Я на это очень надеюсь. Слушай, мне бежать пора. А ты давай ложись. И отсыпайся. С меня ужин. Я хочу пасту с креветками. Слушай, заповедусь. Извините, к вам можно? Да, конечно. Здравствуйте. Проходите. Мне сказали, что с вами можно поговорить. Просто, ну, как с психологом. Да, да. Для этого я здесь и слушаю вас. А в общем, я не знаю, как сказать. Как вас зовут? Лена. Мне, Настя, Лена, послушайте, рассказывайте мне все и, пожалуйста, не стесняйтесь. Да. Со мной вчера... В общем, меня изнасиловали. А вы в полицию обращались? Нет, я не буду ничего писать. Это все через врачей, я не смогу. Леночка, я вас очень прошу, вы сейчас постарайтесь успокоиться и расскажите мне все по порядку, хорошо? Ну, хорошо. Я знала его недолго и вчера увидела в клубе. Он предложил меня подвезти и прямо около дома заблокировал двери машины. Не надо, не надо. Я знаю, что я должна была кричать, вырваться, но я не могла. Послушайте, у вас был шок, вас изнасиловали. Этот человек насильник. Вы ни в коем случае не должны себя винить. Ну, это же надо как-то доказать. Мы обязательно это докажем. Нет, я не буду ничего писать. Я не буду ничего доказывать. И вы понимаете, что я даже не знаю его фамилии. Я знаю только то, что его зовут Алексей и что он тусит в клубе на набережной. Извините, извините, меня мама потеряла. Я должна идти. Леночка, давайте поговорим. Я, наверное, зря к вам пришла. Я не буду ничего писать. Лен, давайте поговорим. Нет, нет, нет. Вы только хуже сделали. Я не могу. Узнав, что парня, про которого рассказала девушка, зовут Алексей и он бывает в клубе на набережной, Настя невольно подумала о своем Алексе. Привет, малыш. Паста уже готова. Соус через пять минут будет. Так соскучился по тебе. Настя не могла перестать думать о своей посетительнице. Она не первый раз столкнулась с тем, что девушка не хочет писать заявление об изнасиловании, но сейчас ее, как никогда, волновала личность насильника. Настя обнаружила в соцсетях под тегом «Клуб на набережной» несколько фотографий Алекса и Лены. Однако ни одного их совместного снимка она не нашла. Утром Настя не выдержала и решила съездить в клуб, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Ей удалось договориться об этом с охранником. Мне нужна съемка камер со входа. Давайте попробуем около пяти утра. Так, стоп. Покажите еще раз. На записи было отчетливо видно, что Алекса покинул клуб один. Однако уже буквально через несколько секунд из дверей вышла Лена в компании двух девушек и парня. Остановите. Вот этого человека вы знаете? Нет. Так, а камеры на том месте, где все паркуются, у вас есть? Нет. Записи с камер клуба ничего не доказывали. Лена вполне могла уехать как с парнем, который вышел вместе с ней, так и с Алексом, подойдя к нему уже у машины. Макс! Макс! Привет. Ой, у тебя лица нет. Да ничего, ничего, это все ерунда. Я вижу, что тут случилось. Макс, я к тебе по делу. Ну, разумеется, для развлечения у тебя есть другие кандидаты. Максим, слушай, ты мне можешь помочь? Мне нужно пробить одну машину. Угу. Машину пробить? Да, я сейчас тебе сброшу номер. Так. Только смской. Хорошо. В ночь с седьмого на восьмое. Это позавчера? Позавчера. Угу. Все, спросила. Есть. Сделаешь? Конечно. Макс, ты настоящий друг. Да. Весь день на работе Настя не могла сосредоточиться. Она думала о том, что не должна сомневаться в Алексе. Да, но вы должны понимать, что он не изменится. Да, я это тоже понимаю. Мы обсуждали. Я подумаю, хорошо? Конечно. Спасибо вам. Всего доброго. Здравствуйте. Ну что же ты мне не сказала, что это машина Алекса. Я думала, ты сам догадаешься. Да, я догадался. Некрасова 16. Настя увидела машину Алекса и выходящую из нее Лену. Сомнений не осталось. Алекс был вместе с девушкой, которая заявила об изнасиловании. Премьера. В 2018 году известный хирург Евгений Левченко столкнулся со сложным случаем. Чтобы сохранить пациентке легкое, он придумал его пересобрать. Эта операция считается самой сложной в таракальной хирургии. Но прямо на операционном столе стало ясно. Предстоит сделать то, чего не делал еще никто в мире. Я понимаю, что он начинает перебирать все возможные варианты в своей голове. Чем закончилась эта история? Смотрите в проекте «Врачи» в четверг в 14.40 на ТВ3. Привет. Не трогай меня. Приехали. Что случилось? Ты не понимаешь? Нет. Ты изнасиловал девушку! Настя, ты что, серьезно, что ли? Она сегодня пришла ко мне на работу. И ты был около ее подъезда тогда после клуба. Я подвозил Лену. Она что, с ума сошла? Я ее даже пальцем не трогал. А зачем ей врать, по-твоему? Да откуда я знаю? Ты что, поверила ей? Да ты бы видел, в каком она была состоянии, когда пришла ко мне в центр. А ты не подумала, что она пошла к тебе в центр, чтобы меня обвинить? Подожди. Еще и поверила ей. Да, я даже говорить не хочу с тобой. После слов Алекса, Настя решила, что она должна найти Лену. Она знала ее адрес, и когда пришла туда, то неожиданно увидела Алекса. Привет. Познакомься, это вот мама Лены. Люба. Она врач-нарколог, я два года тому назад лечился у нее. А это вот Настя, девушка моя. Лена вот ей весь бред этот рассказывала. Здравствуйте. Мне Алекс только рассказал. Ну, Любовь Павловна, вы же не верите, что я вашу дочь насиловал? Настя уже поняла, что Лена не случайно пришла именно к ней. Но она и представить не могла, что связывало Алекса с семьей этой девушки. Давайте посмотрим на все произошедшее с точки зрения молодого человека и узнаем, какие секреты он скрывал от Насти. Стой. Не здесь же. Где? Завтра. Завтра я сама к тебе приеду. Я не могу давно ждать. Мне пора. Лена идет. Пока. Любовь Павловна. Вы забыли. Ой, спасибо, конечно. Познакомьтесь, это моя дочь Лена, а это Алексей, мой пациент. Он подвозил меня с работы. Привет. Здрасте. Я Алекс. Меня спасла ваша мама. Да ладно, не преувеличивай. Ну правда, я наркоман, но уже два года чистый. Я тобой горжусь. Спасибо. Лучше приходите на концерт в эту субботу в клубе на набережной. Спасибо, Алекс, но не знаю, получится ли. Я буду ждать. Хорошо. Спасибо. До свидания. Пока. Спасибо. Спасибо, ребята. Вам. Спасибо. Новый концерт. Здрасте. Привет. Отличный концерт. Спасибо. А где Любовь Павловна? В смысле ее нет? Мы с друзьями сюда случайно зашли и вот я вас увидела. А, понятно. Вы очень классно играете. У меня, оказывается, подруга вас слушает. Ну супер, супер. А Любовь Павловна так не заходила, да? Ну я ей скажу. Ну ты скажи и от меня привет передавай. Огромный. Угу. Да что ты здесь делаешь? Чего ты игноришь меня? Да не игнори, просто некогда. Я соскучился. Давай к тебе пойдем. Ты что, обалдел? Нельзя. Я же знаю, что дочки дома нет. Алекс. Алекс. А. Алекс. Что ты хочешь? Ты что делаешь? Нет. Что? Алекс. А, ты не соседи. С соседи. Алекс. Все хорошо. Прошу, пойдем ко мне. Угу. 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 Прошу, нам не надо больше встречаться. Почему? Лена в тебя влюбилась. Слушает твои записи, видео смотрит. Даже в Питер за тобой гоняла. Ну и что? Ей лет сколько? Семнадцать? Пройдет это. Ну вот пройдет и тогда... А сейчас она с ума по тебе сходит. Ну давай скажем, что мы вместе. Ты что? Стыдишься меня? Не говори ерунды. Мне дочь жалко. Да? А меня тебе не жалко? Алекс, давай не будем. Давай. Устал я за эти два года. Как с собакой бегаю за тобой. Извините. Девушка, можно с вами познакомиться? Сеньора, вы разве не видите, что мы вместе? Сорян, просто вы молчите, сидите. Слушайте, это не вы на прошлой неделе здесь концерт играли? Я? Алекс. Настя, это был просто отличный концерт. Спасибо. А это Макс. Мой коллега. А хочешь еще сыграем? Для тебя только. Мне так еще никто не играл. Надеюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня первый раз так, чтобы сразу после знакомства. А у меня нет. Но я первый раз не хочу расставаться. После этой ночи Алекс и Настя не расставались. Он переехал к ней, и они не ссорились до самого вечера в клубе. Здрасте. Привет, Леня. А вы случайно не даете уроки игры на гитаре? Слушай, нет. Я так себе педагог. Я тебе могу кого-нибудь посоветовать. Хочешь? Нет, не надо. Дело в том, что я хотела именно с вами заниматься. Слушай, давай так. У меня есть девушка. И мы с ней хотим пожениться. Это вот эта? Эту девушку зовут Настя. Окей. Давай мне на репетицию пара. Давай, пока. Пока. Репетиция закончилась поздно, и Алекс вышел из клуба уже под утро. Как репетиция? Лен, ты что, под кайфом, что ли? Выпила пару бокалов, не знаю. Ну, привет, пару бокалов. Тебя кто наливал? Нашлись люди. Давай, довезу тебя. Куда ты такая поедешь? Не, я нормальная. Нормальная? Давай, садись, поехали. Тихо, 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 тихо. У дома Любы на Алекса нахлынули воспоминания. Мама классная у тебя? Это да. Родители развелись давно, мне кажется, папа до сих пор ее любит. Меня же отчим воспитывал. А сейчас он где? Они расстались три года назад. Понятно. Ладно, прости меня, ехать надо. А, да, конечно. Люба. Я не могу без тебя. Правда? У меня вроде как даже девушка есть, но... Все равно фигуло. Ты позвони мне. Я все сразу брошу. Любовь так и не перезвонила ему. Алекс продолжал ее любить и ждать, но ничего этого не знала Настя, которая пришла к дому Лены, чтобы поговорить с девушкой. Мне казалось, что ты Лене очень нравишься. Она ходила на концерты, записи слушала. Я не знаю, что произошло. Ну, просто в тот день я ей сказал, что у меня есть другая девушка, что я жениться собираюсь. Ну, пусть она в лицо мне выйдет, скажет, если вы не верите. Подожди, я сама сначала с ней поговорю. Подожди, а мне ты ничего не хочешь сказать? Алекс, не надо. Почему не надо-то? Если я тебя люблю. Хорошо. Прекрати. Я сказала, что все кончено. Даже если я женюсь... Ты что, ты на мне жениться хотел только, чтобы она ревновала? На следующий день Алекс пришел к Насте. Привет. Вещи твои я собрала. Мне Лена звонила. Прощения просила. Она просто глупая и не понимает, что творит. Это точно. Я тоже хотел у тебя прощения попросить. Ты не заслужила всего этого. Я просто не понимаю, зачем мне нужно было тогда так мучиться, если совсем не нравлюсь? Почему не нравишься-то? Нравишься? Ну, я правда думал, что у нас, может быть, что-нибудь получится. Но люблю ее. Прости, что ты. Уходи. Пожалуйста. Тайны способны разрушить не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких. Алекс обманывал Настю и воспользовался ее чувствами, чтобы заставить ревновать женщину, которую любил. Но это не помогло ему обрести с ней счастье. И хотя Лена отказалась от своих слов, Любовь поняла, что не может продолжать отношения с Алексом и прекратила с ним всякое общение. Премьера. В 2018 году известный хирург Евгений Левченко столкнулся со сложным случаем. Чтобы сохранить пациентке легкое, он придумал его пересобрать. Эта операция считается самой сложной в таракальной хирургии. Но прямо на операционном столе стало ясно. Предстоит сделать то, чего не делал еще никто в мире. Я понимаю, что он начинает перебирать все возможные варианты в своей голове. Чем закончилась эта история? Смотрите в проекте «Врачи» в четверг в 14.40 на ТВ3. Субтитры создавал DimaTorzok